Приветствую вас. Ваша мама, обладая определенной степенью тревожности, в силу того, что чувствует себя не защищенной, пытается вас контролировать. Вместе с тем, не упуская возможности что-то для себя получить и какие-то новые впечатления пережить. Вы у своей мамы принимаете данную ссору, вы так же тревожны, вы так же чувствуете себя не защищенной, но уже за счет другого. Вы счет того, что не можете говорить «нет». И ваша невозможность говорить «нет», ваша невозможность сказать точнее «нет» с твоей мамой, например, связана с неуверенностью в себе. Ну не знаю, может быть с чувством вины, с идеализацией родителя, с решением того, что вы должны родителю, вот, своему и прочее. Но правда здесь заключается в том, правда, что ваша мама так же не уверена в себе. Я, наверное, не уверена в том, что контроль – это правильная история, позитивный момент, конструктивный момент и прочее. К сожалению. И идея здесь заключается в том, что вам необходимо уйдиться и говорить «нет», необходимо работать со своей неуверенностью в себе, вот, и, в общем-то, повышать свою смартинку, которая сейчас зависит от мамы, если не напрямую, то косвенно. Дело здесь не в совете, а в том, чтобы работать над собой. А, значит, смотрите, у вашей мамы нет мужчин. Ну, то есть, отец. Отца нет. У вас, я так понял. И, естественно, мама ревнует. Мама ревнует. Мама... Наверное, подсознательно это не хочет. Не хочет, чтобы у вас были... У вас был мужчина, потому что боится, что вы оставите ее одну. Боится, что вы уйдете. Этого бы я и не хотел. Вот. Поэтому... Здесь... Момент... Достаточно важный. И... На этом тоже нужно заострить волшебно внимание. И, с одной стороны, лучше понимать себя, с другой стороны, более... Долерантно относиться к матерям. Сейчас у вас это не получается. Сделать по вполне понятным причинам. Вы сомневаетесь в себе, и вы сомневаетесь в том, что способны сказать маме нет. И кроме того... Вы... Не хотите маминого одобрения. Вы так вот в себе не уверен. Ну вот. Что, собственно. Такой... Такой момент. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго. Добавил субтитры делал. Продолжение следует...